Добрый день, меня зовут Иван, и сегодня я вам предоставляю лекцию по биотехнологии. В этой лекции я вам расскажу о том, что же такое суровые будни биотехнологов, чем они действительно занимаются, как создается генетически модифицированный организм, и зачем, почему и как это все происходит. Итак, начнем со следующего. Вот на левой картинке вы видите, как люди видят ученых, биотехнологов, которые стремятся захватить весь мир, потому что они могут манипулировать живыми организмами. Так биологи видят себя. Но реальная повседневная суровая жизнь заключается в том, что это 80% времени перед микроскопом, когда ты считаешь какие-то точечки, данные, собираешь, перерабатываешь их, в них очень можно легко сбиться, перепутать, потом это все пересчитывать. Соответственно, это все та же работа, все та же профессия, и в ней нет ничего такого таинственного или загадочного. Итак, о генетических модификациях. Развитие биотехнологии включает в себя три основных волны и этапа. Первый этап – это был в 80-е годы, начало их, когда брали два разных типа организмов, соединяли их и получали новые свойства. Допустим, для защиты. Самый такой распространенный пример, который вызвал резонанс, это когда в картошку встроили ген медузы, она была устойчива к колорадскому жуку, но потом люди, употреблявшие ее в пищу, болели, у них была мощная аллергическая реакция, и тогда пошла самая основная волна вопросов о том, хорошо или плохо ГМО, насколько стоит его употреблять в пищу. Но на самом деле вся ситуация в том, что конкретно в том случае, это ген, который был взят у медузы, он встраивался в хлорофилл, и колорадский жук, который ест листья, как раз попадал на этот хлорофилл с яда. Человек предполагалось, что будет есть клубни, но, как мы знаем, картошка может неправильно транспортироваться, храниться, она начинает зеленеть. И вот, по сути, ошибка при уже работе с готовым продуктом и неинформированность конечного потребителя о возможных проблемах, что если ваш продукт испортился, то его, наверное, не стоит употреблять, и привела к таким ситуациям. Второй волной биотехнологического развития стали 2000-е годы. Когда мы брали один организм и удваивали его содержание генов или просто изменяли их структуру для получения большей продуктивности и выхода продукции. То есть у нас есть, к примеру, кукуруза, внесть определенный уровень белка. Мы увеличиваем его, увеличиваем в итоге производство с одной единицы площади, так как у нас само растение становится гораздо больше. И третий этап, это уже 2010-й, и далее, вот сейчас он идет, волна, когда мы берем абсолютно разные организмы и получаем из них медикаменты или вообще те свойства, которые им не характерны, но то, что необходимо человеку. К примеру, мы можем взять тот же пенициллин, встроить ген его синтеза в бананы, и эти бананы будут антисептиком. При этом зачем это делать? Потому что некоторые страны не могут, к примеру, позволить себе производство дорогостоящего оборудования для медикаментов и лечения своих граждан, то высаживая подобные медицинские культуры, мы спокойно лечим нацию. Но теперь о том, с чем же связана такая тенденция развития биотехнологий. То есть сначала мы брали гены, соединяли, потом их удваивали, потом в третьей волне мы опять что-то с чем-то соединяем. Дело связано с тем, что биология, генетика и биотехнологии – это молодые науки. Мы еще достаточно мало знаем, и на первом этапе ученые брали просто то, о чем они были осведомлены, и это совмещали. Потом уже брались на втором этапе. Конкретно организмы изучались, смотрели их свойства, выделялись нужные гены, которые работают. Далее они либо удваивались, либо модифицировались. И только на третьем этапе, сейчас, когда у нас уже есть достаточно большой уровень понимания того, что происходит в живых организмах, мы берем один организм, изменяем его внутреннюю среду таким образом, чтобы она подходила для медикаментов, которые мы создаем, или других активных веществ, и они могли внутри этой среды сохраняться. Теперь, но все эти изменения идут по одному и тому же стандартному циклу. Популярным объектом для работы у биотехнологов является эшерихиаколия, кишечная палочка. Она обладает рядом удобных свойств, что она непривередлива к среде обитания, у нее короткий цикл жизни, и у нее есть особое такое, особое свойство – это образование плазмид. Дело в том, что некоторые бактерии, они могут размножаться не просто там делением, не просто половым образом, а у них есть горизонтальный перенос генов. То есть вот эти колечки плазмиды, они могут ими обмениваться друг с другом для улучшения своей устойчивости к внешним факторам среди обитания. То есть организм сам не становится другим, но он расширяет свой спектр возможностей. То есть достаточно сложно представить человеку, у которого есть клетка, в ней ядро, и ядро что-то выполняет, а еще рядом с ядром что-то плавает и иногда берет его же функции на себя. И так как эта плазмида является таким замечательным универсальным переносчиком данных, по сути маленький диск, то ученые решили, что он хорошо подойдет для того, чтобы встраивать нужные нам участки ДНК с нужными свойствами и переносить их в другие организмы. Один из классических методов – это метод листких концов. Как мы знаем из школьного курса, двойная цепочка ДНК, она комплементарна. Аденин комплементарен тимину, цитадзин, гуазину. И когда мы берем участок от плазмиды и участок нужного анангена, с помощью энзимов мы очищаем эти концы. И они по принципу комплементарности сами с собой слипаются, образовывая нужные нам кольца. Дело в том, что ведь мы не можем взять просто пинцетиком и как-то это все изменить. Вся работа происходит, по сути, в пробирках. Мы берем пробирку с нужным геном, добавляем эти энзимы, перемешиваем, ждем, пока что-то произойдет, переливаем в другую пробирку, потом опять культируем. Это все просто такая серия переливаний в пробирку, но вся ситуация достаточно хитрая и запутанная. Итак, вот здесь представлен сам вектор, то есть плазмида с измененным ДНК. Этот конкретный вектор, он двунаправленный. Дело в том, что когда мы работаем с пробирочками, мы же не знаем, как его в жидкости развернет, куда он поплывет и что с ним произойдет, когда он начнет встраиваться. Поэтому здесь он читается и в одну сторону, и в другую, когда попадает в целевой организм. В данном случае здесь вставим геномфицилина, геномфицилина. Этот вектор предполагался встраиваться, допустим, в яблоки или другие растения, чтобы в них продуцировались антибиотики. Также есть остальные участки, они выполняют поддерживающую функцию. Некоторые участки стабилизируют это ДНК, чтобы оно не скрутилось в бараниров условно, потому что внешние гены, они все-таки чуть-чуть по-другому себя ведут. И также есть участки, называемые промоутеры, вот эти P10, PPH, они говорят о том, что этот участок у нас начинается стартовым, и он должен кодировать тот или иной участок. То есть, если сравнивать с программированием, то это кольцо похоже на некий скрипт, функцию, выполняющую определенное действие. Вот в таком формате выглядят эти векторы, когда с ними работают ученые. Предыдущий был чисто общая концепция, принципиальная схема работы, но все гораздо сложнее и иногда запутаннее, потому что сделать буквально один вектор – это просто масса работы, масса просчетов. И прежде чем ученые приступают к какой-то работе и созданию чего-то новому, этому предшествует огромная методологическая база, анализы, расчеты, и только уже на последних этапах мы начинаем что-то создавать. Но даже когда мы что-то создаем, оно также подвергается большому ряду тестирований, проверок и стресс-анализов. И вот когда мы получили необходимый вектор, следующий вариант у нас этапом идет то, что мы должны перенести его в целевой организм. Первый – это использование агробактерий, второй – это использование специальных пушек, пионов, частиц, которые покрыты этими же векторами. Причем агробактерии, что у них хорошо, что они также непривередливы к разведению, и они могут сами заражать эти целевые клетки организмов. Потому что пушка частиц, она простреливает, и это ведет к гибели культуры. Агробактерии снижают эту гибель. Но эти векторы переносятся не в какие-то обычные клетки, а у растений есть опекальная точка роста, на ней находятся калусные клетки. Это что-то вроде стволовых клеток у человека, только для растений. Эти клетки могут дальше в питательном растворе дифференцироваться в полностью все новое растение. То есть из них может сформироваться корень, стебель, лист и так далее. И вот когда эта калусная культура принудительно подвергается внедрению векторов, тогда она уже культивируется, и только на этом этапе мы получаем конечный организм растения с измененными свойствами. Следующее. Поговорим о генетических модификациях. Дело в том, что зачастую, когда мы слышим ГМО, у нас возникают представления какие-то продукты питания. Но есть несколько вещей, про которые обычно любят умолчать. И они гораздо более полезны, чем просто продукты питания. И еще меньше у них факторы риска сводятся. Первое. Это создание биореактора. К примеру, человек болен диабетом. Суть заболевания в том, что организм не может контролировать уровень сахара в крови. Тогда берется полимер, который обладает формой, похожей на футбольный мяч. Этот полимер характеризуется тем, что в зависимости от PH эти нити у него растягиваются, либо сжимаются в плотный кокон. В него мы помещаем бактерию, которая была генетически изменена под то, чтобы активно потреблять сахара во всех их разновидностях. Дальше. Мы помещаем эту бактерию в этот кокон. И мы получаем нанореактор, но биотехнологический. Далее мы их просто вкалываем человеку в кровь. И когда у нас поднимается уровень сахара, у нас изменяется PH. Эта сфера раскрывается. Бактерия внутри начинает активно поедать эти сахара, которые она в дальнейшем раскладывает на углекислый газ и воду. И как только уровень сахара падает до нужного нам уровня, эта сфера снова закрывается. Причем она выполняет две основные функции. Регуляторную, то есть когда нам надо снижать уровень сахара, когда не надо, и защитную. Дело в том, что организм, он всегда борется с чем-то инородным, что присутствует в нас. И если бы мы просто ввели эту бактерию, наши лимфоциты быстренько все это дело разрушили. Но эта сфера будет также защищать эту бактерию от самого же организма, потому что она приносит пользу. Следующий этап – это биотопливо. Изменения организмов, которые не идут в пищу, но идут для промышленных нужд. Мы можем производить смазочные материалы, именно топливо для автомобилей, прочие компоненты. При этом нефтепереработка, она связана с некоторым загрязнением окружающей среды. Биотопливо приносит гораздо меньше вреда нашей экосистеме. Также мы можем изменять структуру дерева, чтобы оно быстрее росло, и из него получать этиловый спирт, который сейчас очень хорошо идет на двигателе, потому что он тоже считается экологическим, так как распадается на углекислый газ и воду. И третий этап – также создание медикаментов. Здесь представлен первый этап как модификации. И иногда производство медицинских препаратов осложняется технологическим процессом, что повышает их стоимость. Но создавая бактерии, которые будут их синтезировать массово и достаточно высокого качества, потому что все-таки человек еще не достиг тех уровней точности, которые существуют в природе, мы получаем дешевые медикаменты, которые в дальнейшем могут помочь людям исцелиться от различных заболеваний. На этом общей экскурсии в биотехнологии у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Вопрос такой. Вы сказали, что эта оболочка про бактерию в горешетке. Да. Она защищает ее от иммунной системы. А иммунная система вообще реагирует на эту оболочку? Или она ее не видит? Она ее не видит. Дело в том, что оболочка, она полимерная, по сути, пластмасса. А организм реагирует в основном на белковые структуры, жиры, сахара. А пластмасса для него – это несвойственный компонент, который эволюционно с ним не связан, поэтому она просто не увидит его. А ту же бактерию? А когда она даст этот шар закрыт, бактерия как живет? Что она ест? Многие бактерии, вот для этого она и модифицируется, потому что у некоторых бактерий есть свойство анабиоза. Она просто прекращает все свои процессы жизнедеятельности и способна выдержать достаточно длительный срок без пищи. Там, допустим, до некоторые способны месяц-два. Если у человека больного диабетом месяц-два не будет скачков по сахару, уже можно задуматься о том, что либо он хорошо и качественно изменил образ жизни, то, чем он питается и как питается, либо, возможно, пошла ремиссия заболевания. То есть это не приведет к каким-то проблемам. Ну и если вдруг что, можно повторно вколоть порцию. А как можно изменить пиашку? Ну, вы говорите, что это пиашка, это пиашка? Да. Я думаю, что это не постоянный пиашка. Он находится в определенных пределах. Употребляя ту или иную пищу, на какой-то момент у нас он меняется. Но вот как раз за счет внутренних наших гормональных систем и прочего организм и поддерживает этот пиаш. У людей, больных, теми или иными заболеваниями, тот же диабет, за разложение сахара отвечают островки Лангенгарса поджелудочных, и они не функционируют. Соответственно, у нас не функционирует система, и она не может возвращать обратный нормальный уровень. То есть кислоты зависит от уровня сахара? Не только от уровня сахара. Сейчас, я хотела сказать, когда бактерия съест сахар, кислотность автоматически упадет? Или просто что-то еще для этого делается? Нет, она автоматически упадет. Конечно же, есть с этим ряд проблем, что кислотность может измениться под действием других факторов. И тогда у нас начнет уровень сахара критически падать. И это одна проблема, которой занимаются биотехнологи, как изменяют структуру бактерии. И есть чисто физическая проблема. Вот этот вот шарик, поскольку мы со всеми этапами взаимодействуем просто на переливании пробирочек, вот как нам эту бактерию засунуть в этот шарик? Да? Я знаю, всех заинтересовала вопрос насчет бактерий, а меня вы тоже интересует. Сколько вообще можно таких бактерий в этих шариках поместить одновременно в организм, и второй вопрос сразу же. Почему, когда шарик открывается, если это вдруг происходит на длительное время, допустим, слишком резко и много повысился сахар в крови, почему иммунитет не реагирует на бактерии? По идее иммунитет сразу же реагирует на все, что не проявляется. Так, хорошо, по очереди. Первый вопрос. Тут надо оценивать, исходя из эмпирических данных, то, что в среднем у человека 5-6 литров крови, из его массы, возраста, какого-то уровня метаболизма. Так как эта технология еще на начальных этапах развития, то я могу предположить, что мы должны ограничиваться тем количеством этих нанореакторов, чтобы они в минимальных пределах меняли состав крови. То есть, по сути, эти частицы, они как создают дисперсионный раствор, и у нас изменяется та же густота крови. Соответственно, мы должны рассчитывать на определенные подвижки и процент сдвига, допустимый физиологически. Второй пункт – реакция организма на бактерии. Дело в том, что иммунная система должна сначала обнаружить эту бактерию. Бактерия должна с чем-то провзаимодействовать в организме. Просто так она ее не заметит. А так как она не может выйти из этого шарика, она не может ни с чем провзаимодействовать. Ни с лимфоцитами, ни с соседними клетками, чтобы причудить им вред, и организм оказал какое-то внешнее воздействие. Но даже если, к примеру, мы попадаем в ту ситуацию, что есть приобретенный иммунитет против конкретно этой бактерии, то организм работает по принципу, сначала формирует маркеры, а потом уже лимфоциты их уничтожают. Лимфоциты, они вообще, по сути, слепые, ничего не видят. Они взаимодействуют только с тем, что помечено маркерами. Вот на что прицел лазерной указкой показали, туда и они и бегут. И даже если эти маркеры налипнут на эти бактерии, то лимфоцит не сможет проникнуть внутрь этой структуры, так как он гораздо больше по размеру. Соотношение бактерий вытешит? Соотношение ячейки и размера бактерии. Есть уже практические опыты, когда создали вот эту сферу. Но она оказалась, то есть, там, я вот сейчас на предыдущем слайде. Вот здесь плохо видно, но поверх нее выращивается структура других полимеров и позволяет как раз что-то завернуть в них. И уже есть лабораторные эксперименты, когда эти нанореакторы работают. Но сейчас это все пока что уровень лабораторий, оценки свойств и прогнозирования дальнейшего развития. Всем знакомы с истерией ГМО вокруг продукта питания, можем ли мы гипотетически столкнуться с ситуацией, когда будут выпускаться лекарства без ГМО, которые будут покупать чаще, чем лекарства с ГМО? Просто из-за необразованности. Без ГМО уже выпускаются. Дело в том, что препараты без ГМО... То есть, возможно, есть ситуация, в которой будет пропагандироваться использование препаратов без ГМО, потому что гипотетическую опасность – это, собственно, препараты с ГМО, потому что они встраиваются в гены еще больше, еще глубже. Без ГМО. По поводу... Вот отлично распространенный момент – встраиваются в гены. Я вам рассказал, как извращаются ученые, чтобы что-то вставить в эти гены, а эти препараты так оп и волшебным образом. Но на самом деле медицинские препараты – это обычно какие-то действующие вещества. Они производятся химически, либо добываются из растений, либо из генетически модифицированных растений или животных и так далее. Но они все проходят путь химической очистки. И вот если мы произведем какой-нибудь тот же антибиотики тетрациклиновой группы, ну, циклиновый, тот же тетрациклин, мы его будем сначала химически очищать. И ни один химик-аналитик не отличит этот тетрациклин, он не скажет, как он был произведен химически, биологически или из модифицированного биологического организма. Потому что медицинский препарат, он работает с конечным продуктом, а не со всем организмом в целом. Все лишние части просто очищаются. На самом деле опасность ГМО зависит от того человека, который ее создает. Именно от ученого, который работает. Бывают хорошие ученые, бывают плохие ученые. А ты так и подносишься? Нет, я имею в виду даже как чисто халтура в процессе работы. Ну, всякое у меня бывает, но в течение… Ну, все-таки мы люди, и если бы я там хвастался, что вот, я там величайший. Лекарство, а так же, ты еще не забрешься? К сожалению. Но я, кстати, вот работаю как раз в медрадиологии, и я в процессе как раз пошел по принципу «хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам». А по поводу… Сейчас я закончу на этот ответ. Но также есть методы контроля биологически модифицированных продуктов. И они сейчас набирают высокий оборот. То есть ученые ругаются, что мол нам ставят палки в колеса, но создав что-то и пройдя весь ряд этих контрольных этапов, если созданный продукт их проходит, то все-таки он считает, он безопасен, и его можно целиком и полностью применять. Основная проблема не то, что гены встраиваются, а аллергические реакции или несвойственные побочные продукты. Ведь когда мы едим обычное яблоко, оно же не стремится встроиться к нам в гены. Вот так. А ты уже создал себе мини-я? Нет, нет, к сожалению. А это будет в густах ночи? Да, это в планах на будущее. А у меня вопрос. Да. Насколько реально все-таки подорожник модифицировать, для того чтобы он приобрел те свойства, которые ему приписывают? Я думаю, что на данном этапе развитие уже не так-то и сложно, потому что у нас есть, ну как, в медицинском плане мы можем создать несколько векторов, которые синтезируют широкий спектр антибиотиков, встроить в подорожник, и он получится препаратом широкого спектра и будет решать большинство медицинских проблем. Если говорить о каких-то гипотетических свойствах подорожника, решение проблем личности и прочего, то я думаю, точно так же можно встраивать векторы с галлюциногенными препаратами, оно будет... Если мы встроим антибиотик подорожник, то его надо сначала разжевывать, чтобы он добрался до ранки. Прикладывать к рану? Не обязательно. Если мы просто приложим, как антибиотик попадет сквозь клеточную стенку в рану? В том-то и дело, что у нас рана. Вот именно в рану он и будет попадать. Плюс к тому же... Нет-нет-нет, как он попадет, как он выйдет изнутри? Как он не... Надо же его будет прожевать как-то... Ну, размять лист. Лист надо размять и приложить. Ну, даже с обычным подорожником лист надо размять, прежде чем его использовать. Ты открыл на глаза. Мне, конечно, нужно просто полисать. Нужно, чтобы на листах инструкция была на листах. Это будет невыгодно. Вы становились очень много про импутацию растений. А как насчет живых организмов, типа животных и людей? Вот тут вот есть ряд моментов. Дело в том, что вот... Почему растения? Потому что у них есть такой удобный метод вот этих вот каусных клеток. Живой организм изменяется где-то по подобному принципу. Но чтобы получить именно животный организм, мы берем зародыш и уже изменяем зародыш, который дальнейшим образом помещается в суррогатную мать. И это очень долгий, трудоемкий процесс, который стоит много денег, вокруг которого много ограничений. Ученые выкручиваются с горизонтальным и параллельным переносом генов, чтобы уже в живой существующий организм изменять его части. То, что называется генная терапия. Когда мы берем вирус, вот вирус нам обычно приносит только проблемы. Но мы изменяем вирус и используем методику распространения этого вируса, свойства распространения вируса, чтобы он распространял по нашему организму нужные участки. Но в основном все останавливается именно тем, что животные – это длительный процесс. И с ним очень дорого и неудобно работать. А все методы создания векторов, переноса и модификации, они одинаковы как для растений, так и для животных. Поэтому сейчас эта технология отрабатывается на дешевых объектах и потихоньку переходит на более дорогие. Я думаю, что не 51, а мы пробовали. Ты убеден на гугл-картах? У меня связь с ним. Теоретически да, но сейчас проблема в том, что мы даже не знаем, почему мы стареем. Существует большой ряд гипотез, и ни одна из них не получила ни подтверждения, ни опровержения. То есть гипотеза, начиная от сокращения длины ДНК при каждом его копировании, заканчивая накоплением тяжелых металлов, процессов, метаболических, остатков метаболических процессов, которые просто потихоньку давят на организм. И пока мы не определим, по сути, чтобы увеличить жизнь человека, нам надо выяснить, что приводит к нашему старению. И я думаю, вполне можно будет... Дело в том, что те существа, которые живут дольше человека, у них очень своеобразная структура, и зачастую она ограничена их размерами. Вот, к примеру, есть тихоходка. Это такой суровый организм, который ест и спит, больше он ничего не делает, но он способен выдерживать вакуум открытого космоса, облучение нереальными дозами радиации, тысячи лет без пищи, еды и воды. Просто за счет того, что он отгоняет воду из своего организма, превращается в маленький камушек, песчинку, и дальше ты с ним уже ничего не сделаешь. Человека отогнать всю воду, чтобы ему при этом не поплохело, как-то гораздо сложнее. Но возможно. Ну, отогнать воду возможно, да. Но в будущем, да. Подобные технологии как-то что-то сделают. Так. Да. Существа, которые могут жить и живы больше, чем вода, человек может жить дольше, чем обычно. Но в связи с этим качеством жизни. Он может жить плохо, но плохо. Он может жить мало и плохо. Ну, да, то есть, если брать современную медицину, мы можем брать человека, подключать к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и чисто технически он жив, но... В таком формате. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ